Спустя несколько часов на месте бушевавшей огненной стихии остались лишь обуглившиеся перегородки крыши, металлический профиль и черные стены саманных домов. Огнеборцам пришлось бороться с огнем почти 40 минут. В тушении было задействовано 5 единиц основной спецтехники, 2 вспомогательной, 40 человек личного и 10 человек офицерского состава. Правда, работой стольких людей и машин противопожарной службы остались довольны далеко не все. Я позвонила, они сказали выехали. Где-то через 20-30 минут они только. Мне сказали, что здесь есть пожарные. Я побежал туда, но там никого не оказалось. Все они уехали в центр Чапаевки. Говорят, что там в это время заложили бомбу и они все там. Только спустя 20-30 минут после звонка они приехали. К этому времени огонь уже перекинулся на соседние постройки. Причинами возгорания, по предварительным данным, могли послужить газовый баллон в одном из сараев, ветер, близкое расстояние построек, узкие улицы и большое количество транспорта, загородившие дорогу пожарным бригадам. По прибытию к месту вызова было обнаружено загорание пяти сараев с переходом на два жилых дома. Дополнительно потребовались силы и средства. Но из-за ремонтных работ, которые проводятся у нас на железнодорожном мосту, техника пребывала с запозданием. Точнее причины возгорания, площадь и материальный ущерб сейчас устанавливают дознаватели. Бахром Абилаев, Константин Исопов, Гербал Махашев, информационная служба телекомпании «Утро».